Привет, Маша! Привет! А что случилось? Меня мучает жажда! Так не проблема! Я привезу тебе воды! Меня мучает жажда знаний! Никогда о таком не слышал! Конечно, не слышал! А как утолить эту жажду? Мне нужны новые книги! Читать не вредно! Подкаст о книжных новинках и редких изданиях библиотек Псковской области. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона я, Ирина Медведкина, и в эфире программа «Читать не вредно». Наверняка многие из вас провели новогодние выходные за чтением книг. Времени для этого было много, и наверняка количество непрочитанных книг в ваших домашних библиотеках заметно уменьшилось. Но не надо расстраиваться, ведь на помощь всем книголюбам всегда приходит библиотека. Областная научная даже подготовила выставку новинок книг, которые есть в ее фондах, поэтому стоит поспешить, чтобы выбрать для себя экземпляр поинтереснее. И хочу сказать, что некоторые экземпляры с этой выставки сейчас находятся в нашей радиостудии. Например, книга «Я люблю русский язык». И о ней нам сейчас расскажет Екатерина Розина, заведующая молодежным библиотечным центром и руководитель Центра грамотности Псковской областной универсальной научной библиотеки. Екатерина, кому полезна будет эта книга? О чем она рассказывает? Неужели там описано более 400 правил русского языка? Добрый день. Да, безусловно, в этой книге огромное количество правил. И, на мой взгляд, она будет интересна как школьникам, так и взрослым людям, которые хотят освежить в памяти эти правила. И здесь где-то даже в самой книге упоминается, что она лучше всего подойдет для двух типов. Либо для тех, кого бесят неправильное употребление русских слов, либо для тех, кто, наоборот, увлечен русским языком и любит, чтобы все писалось правильно. Собственно, эта книга была выпущена издательством АСТ. В нее входят несколько глав, которые называются очень интересными. Например, первая глава «Орфографический дикарь. Как эволюционировать в правописании и захватить власть над ошибками». И вместе с читателем по этим правилам путешествуют самые разнообразные персонажи. А книга просто пестрит прекрасными рисунками. Здесь есть и животные, здесь есть и люди, здесь есть самые разные персонажи, за которыми хочется идти и хочется вместе с ними изучать русский язык. Вот, например, прекрасный единорог на рисунке. И к нему короткая подпись. Только русский человек может в короткое слово «ничего» вложить столько совершенно разных значений. Это и нормально, и отлично, и ничего хорошего, и все в порядке, и даже не стоит извинений. Вот в этой книге содержится много таких коротких, даже не то чтобы правил, но каких-то характеристик русского языка, каких-то характеристик слов, за которыми действительно, наверное, смотря на эти картинки, потом человек все-таки вспоминает вот этого персонажа, вспоминает там викинга или единорога, который ему вот это самое правило называет и говорит, и вспоминает, применяет эти слова в реальной жизни. То есть я правильно понимаю, что это нетипичный какой-то справочник по русскому языку, где очень-очень много правил, букв, где нет совершенно никаких картинок, есть только какие-то небольшие схемы, примеры, как там, не знаю, разбирать слова. Это совершенно не то. Это совершенно не то. Что в ней? В ней понятные красочные схемы, в ней какие-то ироничные примеры из реальной жизни, вот, да, как пример со словом «ничего», и различные занимательные факты о русском языке, все, что мы можем встретить, вот, кофе на вынос, и многие другие правила, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. То есть с этой книгой изучать русский язык интересно, а не скучно? Да, очень интересно. И в одной из социальных сетей существует, собственно, сообщество, которое так и называется, да, «Я люблю русский язык», и вот эта книга была придумана и фактически написана вот администраторами данного сообщества. То есть это то, что пришло из социальных сетей, то, что и так читают и взрослые, и дети, и просто теперь оно приобрело вот такой бумажный формат для любителей, скажем так, больше бумажных книг, чем электронных. И эта книга действительно тоже представлена на выставке «Лучшие книги 2021 года». Можно прийти, ознакомиться с ней и взять ее себе, провести с ней незабываемые дни и обновить в своей голове правила русского языка. Спасибо огромное, Екатерина. Если человек любит искусство, ведь интернет сейчас так здорово помогает в этом деле, можно посетить любой музей, посмотреть любую картину, но, опять же, без обычной нашей привычной бумажной книги в этом деле тоже не обойтись. И сейчас как раз-таки моя вторая гостья – Яна Венедиктова, главный библиотекарь отдела литературы по культуре и искусству, расскажет нам, почему же все-таки стоит прочитать книгу, которая называется «Влюбиться в искусство», и почему без этой книги, возможно, не получится так легко войти в мир искусства и начать правильно понимать искусство. Здравствуйте. Очень рада сегодняшней нашей встрече. И вот у нас действительно разговор опять о любви пошел, о любви к русскому языку, а теперь о влюбленности пока еще только в искусство, потому что книга, о которой я сегодня хочу рассказать, она не о безусловной любви к искусству, она о первых таких попытках расположить у себя в голове, систематизировать знания по живописи русской и зарубежной. И примечательно, что эта книга, она тоже стала как раз-таки бумажным вариантом, бумажной версией интернет-сообщества. Автор этой книги «Влюбиться в искусство» – Анастасия Постригай, русский искусствовед. Она окончила Российский государственный гуманитарный университет в 2004 году по специальности искусствоведения. То есть она подготовленный специалист. Ей захотелось делиться своими знаниями с остальными. Она устраивала благотворительные вечера, она устраивала арт-ректории, приглашала слушателей, где читала лекции по искусству. И постепенно она перешла в интернет-среду. Она организовала свою онлайн-школу, свой онлайн-лекторий, который называется «Оп-поп-арт». Все эти ее многочисленные лекции в онлайн-варианте в некотором роде трансформировались в эту книгу. Это была первая ее выпущенная книга «Влюбиться в искусство», потом была еще серия книг для разных возрастов. Ну, эта книга «Влюбиться в искусство» – это, скажем так, выборочные лекции, которые изложены в текстовом формате в сопровождении большого количества иллюстраций. Но чем эта книга отличается от большинства литературы по искусству? Она рассчитана как раз на аудитории, которая еще пока только начинает знакомиться с искусством. То есть где-то что-то слышал. Яна, скажите, пожалуйста, а вот все-таки Анастасия как-то формулирует основную причину, почему не каждому дано сразу понять искусство и влюбиться в него? Читая ее книгу, ты сам влюбляешься в то, о чем она пишет. Потому что если даже тема тебе далека, она не использует сложной терминологии. Она не пытается связывать, ну, вот так вот, очень явно разные исторические эпохи. Нет, она делает это все очень легко, и ты читаешь эту книгу, как плывешь по волнам. И для себя действительно все это раскладывается в голове. И хорошо бы, конечно, после этой книги потом еще обратиться ко всем произведениям, которые она упоминает в своей книге. Потому что, конечно, иллюстраций здесь недостаточно. Эта книга не может вместить всех иллюстраций, которых она упоминает. Но и это такая очень хорошая база. Например, сейчас идет выставка Врубеля в Третьяковской галерее. И вот одна глава посвящена здесь Врубелю. Это будет хороший такой первый шаг для того, чтобы посетить эту выставку, прочитать главу, а затем поехать в Москву. Спасибо огромное, Яна. А вы, уважаемые радиослушатели, поспешите скорее в областную универсальную научную библиотеку и возьмите эту книгу, прочитайте и попробуйте вместе с автором тоже влюбиться в искусство. И по традиции Третья моя гостья, Яна Осинина, расскажет нам о очередном редком экземпляре книги, которая хранится в фондах. Она, естественно, не новая, ей уже много лет, но она расскажет очень много интересного об истории нашей родной Псковской земли. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о книге из редкого фонда. Она входит в коллекцию краеведения. Книга называется «Путевые письма из новгородской и псковской губерний Павла и Кушкина, 1860 год». Ну вот сейчас уже звучала любовь к русскому языку, влюбленность в искусство, а это о любви к путешествиям. Если предыдущие книги появились в соцсетях, скажем так, и потом приняли именно книжный облик, то это, как это будет, наоборот. Все началось с записей в дневниках, путевые письма, заметки, которые изданы были позднее, книгой отдельной. И вот в современном мире эти заметки могли бы запросто читаться, как обычный тревел-блог. Вот о таком человеке, о такой книге, об одном из первых очерков писателя и этнографа, фольклориста, имя которого сегодня никому не известно, а когда-то оно было известно всей читающей России, Павел Иванович Якушкин. Вот такой вот первопроходец, который с глазу на глаз встречался с народом. Явление для второй половины XIX века невиданное, неслыханное. Это дикость. Дикостью считалось очень дерзкий поступок. Но он вот так вот такие выходы в народ позволили ему стать защитником народа, настоящим знатоком русской народной жизни. Ну вот результатом одного путешествия, которое он совершил в конце 50-х годов XIX века в северный край нашей страны, к которому тогда относилась Новгородская и Псковская губернии, стали его путевые письма. Везде, где путешествовал, он писал вот такой, вел такой дневник, который позднее публиковался. И его стали обсуждать, его стали читать, и он стал очень, ну, как бы мы сейчас сказали, медийной личностью. Что касается самой книги. Сама книга, вот у нас хранится один экземпляр этого издания, тираж был очень большой, переиздавался, пользовался популярностью. И сама книга «Путешественница». Об этом можно судить по штемпелям, на титульном листе и на страницах книги. Когда-то книга являлась единицей Якутской национальной библиотеки. Как, когда она оказалась в Пскове, можно только догадываться. О чём же эта книга? Ну, из названия понятно, да? Человек под видом Афени, мелкий торговец, в крестьянской одежде, но при этом в очках, потому что Якушкин, у него была близорукостью, и он сам происходил из древнего дворянского рода. С коробом за плечами обходил губернии, уезды и собирал фольклор. То есть ему важно было влиться в народ, да? Чтобы его не считали чужим, а приняли за своего. Он сам считал себя именно таким, своим. И он сразу как-то очень легко находил язык со всеми, кто встречался ему по пути. И общался с ними на одном языке. Вот с самой первой страницы книги ты невольно становишься его попутчиком. И вступаешь в беседы с теми людьми, с крестьянами, рыбаками, ну, со всеми-со всеми людьми. Принимаешь участие в посидках или посиделках, как бы мы сейчас сказали, крестьянских. Поёшь песни, водишь хороводы, играешь с печорскими мальчишками в прятки. Вот это вот всё описание его вот этих путешествий, разговоров, бесед в мельчайших подробностях сохранения вот этой вот специфической псковской, новгородской речи, диалектов. Он всё это передал. Описал без приукрас, всё как есть. То есть это всё вот то, как реально жили наши предки. Да, как жили, как говорили, без приукрас. И это всё в сопровождении богатого фольклорного материала. То есть, по сути, да, он первый фольклорист-собиратель. Все, кто интересуется историей и культурой, филологи, да, кстати, много диалектных очень выражений, что такое ситое, что такое троста, как мы лису называли псковичи, как зайца называли. То есть вот это всё есть в этой книге. Спасибо огромное, Яна. Ещё раз хочу выразить огромную благодарность вам, мои уважаемые гости. Яна Осинина, главный специалист регионального центра по работе с редкими и ценными документами. Яна Венедиктова, главный библиотекарь отдела литературы по культуре и искусству. И Екатерина Родина, заведующая молодёжным библиотечным центром и руководитель центра грамотности Псковской областной универсальной научной библиотеки. Я жду вас снова к нам в гости с рассказом о новых интересных книгах и о редких интересных книгах из фондов библиотеки. А вам, уважаемые радиослушатели, в очередной раз хочу сказать, читайте с удовольствием. С вами была Ирина Медведкина. До встречи на волнах Радио России Псков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова